Желающих выслушать отчёт Габидулла Абдрахимова оказалось много. В зале практически не осталось свободных мест. Выслушать доклад главы областного центра прибыл и Аким Южного Казахстана Жансей Тюмибаев. Аким города больше получаса рассказывал о том, что сделал для развития города, озеленения и благоустройства. В прошлом году хорошие результаты были достигнуты за счёт реализации программ Нурлежол и регионального развития. Было введено 64 многоэтажных дома, это 3777 квартир. Также 32 жилых дома введено в эксплуатацию при поддержке казахстанской потечной компании и Байтирек Девелопмент. В результате 1302 семей были обеспечены жильём, 35 семей – общежитием. Рассказал глава городской администрации о том, сколько составил городской бюджет в 2016 году. Эта сумма в размере 111 миллиардов и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 28 миллиардов тенге. Большую часть средств потратили на устаревшие инженерные системы. Закончив свой отчёт, Габидулла Абдрахимов дал слово чести, что будет работать достойно. Хорошую оценку работе Акима дал экс-руководитель Шимкента, а ныне почётный консул Венгрии в Шимкенте Кайрат Молдосеитов. Выступили и представители образовательных учреждений. Сегодня в нашем дворце школьников занимается около 6 тысяч детей. Это огромная армия. Кроме того, что огромная армия, наш дворец школьников входит в тройку самых больших учреждений республики. На сегодняшний день у нас есть мечта. Мечта, как у каждого другого. И у родителей, и у детей, и, конечно же, у педагогов. Есть мечта, чтобы в нашем городе, в нашей области появился достойный дворец детства. В дворец школьников. И есть такая мечта, Донсиит Тонсиитович, чтобы однажды вы вместе с Габидуой Рахматуллаевичем перерезали ленточку шикарного дворца школьников, повернулись к нам и сказали, а мечты-то сбываются. После дошла очередь до горожан. Возле трёх микрофонов люди выстроились в очереди. Подавляющее число шимкентцев сначала высказали свою симпатию градоначальнику, а затем задали вопросы. У нас в городе растут цены на продовольственные товары. Дорожает картошка, мясо, морковь и другое. Скажите, какие меры принимаются, чтобы сдерживать цены? Мы контролируем цены на продовольственные товары из 16 регионов, на самые низкие цены на продукты. Это непросто сделать в условиях рыночной экономики, но мы прилагаем все усилия. Есть улицы, которым даны имена исторических личностей, таких как Исатай, Махамбет, Мустафа, Устюрк. Но многие из них находятся в микрорайоне Унтустых, бывшей Чапаевка. Почему бы не назвать именами таких людей крупные центральные улицы города? Ещё непонятно, почему памятник Турары Рыскулу находится в 500 метрах от его улицы? Почему бы не поставить памятник на той улице, которая названа в его честь? На этот вопрос Аким Города ответил, что раньше действовал мораторий на переименование улиц. Теперь власти займутся этим вопросом вплотную и учтут пожелания горожан. Интересовались судьбой своих строений и домов жители старого города. Они спросили у Акима, будут ли сноситься объекты. На это Габидул Абдрахимов ответил, что к переезду в первую очередь должны готовиться предприниматели, которые торгуют на территории старого города. Что касается городища, все строительные рынки, которые в своё время были незаконно построены и мешают людям передвигаться, как транспорту, так и просто пешим людям, согласно генерального плана города, будут сноситься, им будут предоставляться другие участки. Мы предлагаем сейчас всем строительным базарам перейти в готовую индустриальную зону, частную Орда-Басе. Правда, выслушать всех желающих задать свои вопросы, а их оказалось немало, Аким не смог. Среди тех, кто не успел публично обратиться к Акиму, жительница посёлка Кокбулак. Женщина рассказывает, что с пятью детьми рискует остаться на улице. Оказалось, её дом находится близко к магистральной трубе. Два года как сон потеряли. Три года назад в посёлке Кокбулак мы построили дом. Теперь нам говорят, что он попал в охранную зону. Сказали, что пойдёт под снос. И нам не стоит надеяться на компенсацию, потому что постройки незаконные. Но ведь у меня есть госакт. Куда мне с мужем и пятью детьми идти? У нас каждый день давление скачет. Боюсь за своё здоровье и здоровье мужа. Ситуацию прокомментировал Акима Байского района Ахмед Татыбаев. Он сказал, что под снос пойдут 17 домов. Эти строения, по словам чиновника, оказались на охранной зоне. Это Кокбулак, селение, перешло на Саудобасинский район. Со своими проблемами перешли в город. Теперь этот город этим занимается и решает вопросы. Теперь вышло решение суда на три дома. Там проблемных 17 домов. Идёт проблема с транс-ойлом. Есть снипы, есть действующие законодательства, которые не позволяют ближе 75 метров приближаться к трубе. Есть 34 метра, есть 47 метров, есть их женщины 68 метров. По словам Акима, глава городской администрации провёл переговоры в Астане по этой проблеме. Сейчас власти просят судебно-исполнительные органы продлить решение суда на один год, говорит чиновник. Те, кто не смог обратиться к властям публично, заверили, что с ними свяжутся. Сотрудники Акимата записали контакты и пообещали перезвонить. Продолжение следует...